Да, не поверите, экономический расчёт алкоголизма, короче, вот. Пиво покупаем, да, 300 рублей в день, допустим. Или два пива, или пиво из окусон, да, две полторашки, или полторашку из окусон. Как бы получается, по самой минималке 300 рублей. 300 рублей в году, знаете, сколько дней? 365 примерно. Вот. И получается, в результате, что мы тратим 109 тысяч рублей с копейками. 109 500. 109 тысяч 500 рублей. Просто на Бухалово, да. Это как-то меня волнует немножко. Это многовато. Допустим, это так, я про себя посчитал. А вот если те, кто водку пьет, допустим, водка. Водку не будешь пить без закуски, закуска должна быть хорошей, да. Водка хотя бы, да, средняя такая. Ну, из нормальных, да, то есть, без переплат, без всего. То есть, водка, да, рублей 300, 350, от 250 до 350 где-то. 300 рублей водка. И закусон требуется, все равно тратим 700. День, в котором мы решили набухаться, нам обойдется в 700 рублей. То есть, да, вот, на 500 закуска, где-то и на 400 закуска, и на 300 водка. 700 рублей нам обойдется, да. Если это посчитать, то это будет, соответственно, 109 и 109 тысяч. Соответственно, 250 тысяч в год. Ну, если, конечно, будем каждый день, навряд ли, конечно, мы такое выдержим, но примерно так. Так что это вообще билибер, да, да, каждый день. Фигачить. В общем, вот, да, надо отказываться. Если я откажусь, у меня будет 109 тысяч. Это большое подспорье. Я когда-то высчитывал, еще когда я пил ягуары всякие вот эти, да, дешевые. Когда они были в 50 рублей, побольше там денег, да. Я высчитывал тогда. Типа, вот, ягуар. Я, типа, да, его где-то на 100 рублей. То есть, две банки, где-то 100-120. Я высчитывал, что где-то я всего-то за три года, по-моему, за три года тогда еще, я то ли 30, то ли 50 тысяч пропил, да. И получается, что мне жалко стало потом по этому экономическому обоснованию, что я, типа, мог в холодильник купить, стиральную машинку, еще что-нибудь себе, да. Какую-нибудь аппаратуру, да. Компьютер крутой. 40 тысяч, тогда стоил компьютер, который чуть-чуть на 10 больше, чем я пропил. Или на 10 меньше, я уже не помню. Стоил тогда компьютер, который все игры вообще тянул, который только можно, да. И для меня было это еще важно, поскольку я еще играл в игры в эти вонючие. Сейчас, конечно, и в игры играть не будешь, ты проблюешься просто. Если современную игру запущу, ты проблюешься. Вот тогда мне было жалко, да, но на компьютер я не хотел никакой тратиться, потому что компьютер у меня уже был. Как правило, у меня был компьютер всегда, да, вот. Какой-никакой, да, но был. Как правило, я еще не перешел на 4-ядерный компьютер, это шибко-жирная. Пуш-процессор, это, объясняю, это вот такая вот маленькая хрень, пластинка из кремния, вот такая вот небольшая, 2 сантиметра. Или даже 1 на 1 сантиметр, да, плоская, миллиметр толщиной, маленькая пластинка. Сколько она должна стоить? Практически бесплатно, как ARM-процессор в смартфонах. Они стоят от 3 до 10 долларов, где-то так. В смартфоне вашем, в любом даже суперкрутом смартфоне, будет процессор, который стоит не дороже 10 долларов. Вот. Вот так вот, да. Копейки должны стоить, да, и не должен поэтому переплачивать. Одно дело, ты типа экономишь, да, что-то, и своё здоровье, и в результате ты экономишь что, деньги свои, да, драгоценные, да, и покупаешь полезные вещи. А другое дело, ты экономишь, покупаешь говно какое-то, вот, прораж на какой-то i7, например, или i5, да, процессор, допустим, или какой-то Ryzen, какой-то старший G2400, да, старший, который без стройной графики. И, да, рассчитан, то есть, да, на такое, на игровую систему, да, 8 ядер, 8 потоков, это маразм, конечно. Вот, короче, вот такие вот дела странные. Не бухайте, короче, да, присчитайте. То есть, вы идёте, покупаете пиво, допустим, господа, идёте, пиво покупаете. 150 рублей у вас ушло, да, вам не хватает, вы ещё одно идёте, покупаете ещё 150 рублей. И так каждый день, и это маразм, да, то есть, год за годом деньги, сколько утрачено, да, можно пересчитать. Я только 2 года на ежедневном пиво пиво, но в ежедневном формате 2 года вроде как, с небольшой паузой. В 2 месяца, соответственно, 200 тысяч, 50 за раннюю, да, и ещё за десятилетие 30. То есть, соответственно, 200 я полмиллиона перфигачил на алкоголь, да. И раньше, если я с этого получал удовольствие, то сейчас никакого удовольствия не получаю, это вообще бесполезная трата денег. Вот, надо отказываться, короче, от всего, и всё. Потому что пьёшь чего-нибудь и бесполезно, тебе кажется, что ты зря пьёшь. Так оно и есть, никакого удовольствия, никакой пользы, только уже даже его не идёт, да, нифига. А крепкий алкоголь я, к счастью, судьбу не люблю. Потому что есть такие люди, кто в 16 лет бухают, там, да, и они, наоборот, круче, там, на работу устраиваются, да. И какую-то дорогую, там, покупают шотландское виски, на настоящем шотландском носке, настойное за бешеное бавло. У них там вообще на десятки, на десятки миллионов идёт. У каждого, да, алкоголика, получается, идёт круче, чем у лудомана на расход. На десятки миллионов просто. У такого, кто за 3 тысячи, за 5, за 10 покупают алкоголь, вот. Это, конечно, жёстко, это вообще пиздец. Потому что весь этот спирт, он стоит по копейке-то, по идее. Вот, кто такое, не перешёл на самогоноварение, да, самостоятельно, то не рекомендую, да. Завязывайте своими магазинами, не покупайте. Или вы учитесь, господа, в общем, вот так. Суть такова, суть 2018 года. Или вы учитесь сами варить пиво, там, самогон дистиллировать, да, из какого-нибудь ресурса изображать, да. То тогда, ладно, продолжать можно. То есть, две недели будет заготовку делать, да. Вы не сможете постоянно бухать, поскольку это длительный процесс. Вы не будете так скопытиваться, да, и деньги тратить не будете особо много. Тоже дорого, конечно, но лучше, лучше. Вот, пиво научиться самим делать, и это самое. Или самогон дистиллировать. И фильтровать фильтром аквафора, да, вот. А если вы в 2018 году что-то покупаете в магазинах, прекращайте эту херню. Это совершенно не дело, и никому особо не нужно. Вот. Вас только обманут, короче, деньги с вас вытащат на акцизы, да. Вот, товары, они акцизом обложены, то есть, да, вот эти вот. Сейчас сигареты обложены товаром. Электронные сигареты в Российской Федерации. То есть, сигареты, электронные сигареты, да, то есть, это однозначно лохотрон. То есть, товар, он 3 копейки тоже стоит, а с акцизом он получает, что не 3 копейки, а 50 рублей. Тьфу, 150 рублей где-то. Вот. И, соответственно, так же с пивом и с водкой, да, на пиво акциз сейчас будет 27 рублей или 28, вот еще скоро уже, со следующего года. Будет с 2019 года акциз 27 или 28, а на водку, да, сделала так, чтобы ни одна не стоила дешевле, чем 135, даже самая овняная, да. Вот, так что прекращайте там, да. Я тоже буду прекращать, мне уже все надоело, буду экономить. Просто копилку каждый день, когда я не буду пиво-пить, например, или еще что-то пить, я буду каждый день в копилку по 300 рублей откладывать, и все. И стану миллионером, господа. А вы дальше отстегивайте за какой-нибудь парламент, за сигареты, который... Называется парламент, потому что те, кто их производят, сидят там, а не те, кто их курят. Курят их бомжи на помойке, вот. На том пока. Тушите, господа, короче. Тушите, господа, свет. Это я всегда вам говорю, но почему-то забываю сделать. А вот сейчас не забуду. Вот. Every good.